итак всем привет в этом ролике мы с вами рассмотрим вот такие вот аккумуляторы которые я приобрел соответственно я уже ранее говорил для подделки которая связана с камерой видеонаблюдения это аккумуляторы 32 650 лифия по 4 3 2 вольта 6 половиной ампер часов вот такая вот легенькая ячейка 145 грамм ушек весит так посмотрим дальше 145 145 я их уже зарядил уже ролик снял на второй канал пойдет 145 и так максимальная емкость у нас 6 500 миллиампер предельное напряжение от 2 до 3 65 рабочее напряжение обычная номинальная вроде бы 32 но на самом деле там держится примерно 33 ну да ладно мы это все делать со временем проверим и посмотрим как пишет продавец совершенно новые литиевые ионные батареи используется для лазерной указки фонариков кстати электротранспорта у других продавцов я видел написано было кстати у него только дача ребята 5 си это опять умножаете на 6500 получаете ток отдачи у них такой соответственно ток заряда у них составляет 3 си то есть на 3 умножаете 6500 ток заряда у вас будет просто колоссальный ну или на шесть с половиной умножаете 3 и получите ток заряда там порядка 18 ампер это очень даже круто преимущество чрезвычайно высокая скорость отдачи заряда безопасная литиевая батарея да ты кстати у нас химит лифи по 4 кто не знает что это безопасные аккумуляторы во всем мире их именно из-за этого как бы люди полюбили что проблем с воспламенением вроде бы как бы нету но этого я проверять не буду потому что средства которые выделил на покупку этих элементов не как несмотря на то что я купил 5 вот тут один меня до заряжается током 500 миллиампер несмотря на то что я купил 5 а мне нужно 4 до это не говорит о том что я выкинул просто так свои деньги которые так очень долго выделял несмотря на то что эти аккумуляторы мне обошлись 227 рублей я считаю это очень дешево потому что например если брать 18 150 вот такая вот хрень ушка да то нормальный аккумулятор с хорошей емкостью такой стоит даже дороже чем вот такая банка так длительный срок жизни до 2000 раз заряд разряд высокая емкость и легкий вес кстати давайте попробуем насчет емкости 41 грамм так я возьму сейчас калькулятор сейчас секундочку 41 грамм 2 200 так 6 500 получается грубо говоря в три раза до 41 умножить на 3 получаем 123 грамма ставим этот у нас с вами 145 понимаете да вот три таких это как раз емкость вот этой батарейки и три таких будет легче весить но надо еще прикинуть то что у нас будет с вами например здесь сварка достаточно толстой лентой может быть она конечно и весь этом 20 грамм и я сомневаюсь то есть понятно да тут что могут там где-то немножко приврать но самое главное что эти аккумуляторы реально легкие да и все это в одном корпусе и ну да приврали ну а чё тут делать кстати самое интересное про это никто не говорит ну ладно экологически чистый я не знаю где здесь экология я уже здесь вижу что во первых пластик наклеен криво я уже говорил что подобный пластик продается на алибабе и в принципе на алиэкспрессе и в принципе на таобау я видел то есть такой знаете как термоусадка такая именно пластик можно под титанат и я мог бы купить знаете синий этот как не карман как он называется рукав запихать в него аккумулятор проработать его феном и говорить всем вот смотрите если купил литий титанат и при этом ничего с ним не было да а это литий железо лифу по 4 и тяжелее с фосфат без эффекта памяти вот такие вот красотулечки аккумулятора в общем ребят смотрите какая петрушка если вы не в курсе есть такие аккумуляторы есть такие аккумулятора например 7 ампер часов в чем отличие вот этого аккумулятора вот от этих четырех здесь шесть с половина ампер часа а здесь 7 на 500 миллиампер разница здесь у нас четыре штуки с вами весит 581 грамм здесь два килограмма представьте 500 миллиампер разница а вес считает на полтора килограмма отличается соответственно ребятки вот смотрите в чем преимущество лития по отношению к свинцу малый размер легкость и за это удовольствие так же как и за это и так же как за достоинство и недостатки этого и вот этого вам везде приходится платить дело каждого какие аккумуляторы выбрать но нужно отдавать отчет что у каждого из этих аккумуляторов имеются плюсы и минусы смотрите еще что я хочу вам рассказать про наблюдение пока что я как раз я приобрел сначала эти аккумуляторы потом у меня немножко денег на собиралась на бмс-ку и бмс-ка у меня придет позже чем я буду собирать из них аккумулятор вот смотрите в чем фишечка я неспроста поставил на аккумулятор чтобы вам было видно как это все дело выглядит очень красиво смотрите у аккумулятора свинцового есть шесть банок каждая баночка 2 с копейкой вольта здесь у нас с вами получается 12 вольт здесь у нас с вами получается 4 баночки напряжением 3 и 3 вольта соответственно здесь у нас получается с вами 12 вольт на 4 банки смотрите какое еще маленькое наблюдение здесь у нас с вами нет балансира и мы его здесь никак не можем поставить и здесь нет балансира который нам в принципе здесь ну по крайней мере мне на начальном этапе на такое количество банок тоже что-то ставить то неохота но я уже понаблюдал за аккумуляторами аккумуляторы нужно заряжать хорошим током хорошим током подходящим для этих аккумуляторов и при этом ограничивать напряжение то есть чтоб она не превышала определенный диапазон иначе аккумулятор начинает нагреваться и мы мощность теряем в тепло а это нам не надо соответственно аккумуляторы прослужат дольше соответственно эти аккумуляторы мне будут соединены последовательно я их просто спаяю как я это умею делать быстро и потом буду подключать это все дело вот она у меня вот такая вот камерка данная камера с передачи информации непосредственно на смартфон обзор снят на нее около двух с половиной лет назад но пока что я еще не выкладывал камера достаточно интересная несмотря на то что у нее есть здесь разъем подключение к сети по средствам кабеля rg45 есть питание есть сброс сброс у нас даже колпачком оборудован камера по сети никак не связывается вы не сможете на нее зайти у камеры есть внутренний слот под карту памяти куда вы можете поставить карточку камера это будет снимать удаленно и вы можете на камеру зайти при помощи смартфона и при помощи приложения которое рекомендует продавец установить на смартфон как настроить соответственно там танцы с бубном но я не знаю если мне получится как-то как короче записать это видео как настраивается камера ребят я это сделал смотрите какая ситуация я хочу проверить сколько потребляет эта камера сделать расчеты на то что камера смогла жить от аккумуляторов при плохом солнце хотя бы день-два и надеюсь все таки с этими аккумуляторами не получится если не получится с четырьмя я добавлю пятый эти аккумуляторы будут соединены последовательно пока что без балансира балансир кстати стоит дороже чем одна банка аккумулятора и я вам так скажу балансир бмс вообще вот для вот этого всего стоит дороже чем даже вот эта сборка хороший бмс стоит дороже чем вот эта сборка из четырех аккумуляторов и даже из восьми если вот так вот быть на честно по чесноку то с вами поэтому это уже получается в очень не дешевое удовольствие с хотя с другой стороны взял обычный аккумулятор 7 амперный повесил его под потолок какой-то контроллер какую-то панельку и у вас уже готовая мини-система который вы можете запитывать камеру и радоваться жизни но мы-то не ищем с вами легких путей я хочу сделать камеру которая будет подзаряжаться и максимально работать именно от автономки хотя в будущем у меня есть еще пару идеи надеюсь я ими не воспользуюсь надеюсь это все просчет будет верный и все это будет работать сразу скажу что камера это принципе потребляет не так много но и не так мало потому что в ночное время включается у нас инфракрасные датчики там кстати обычные светодиодики если не ошибаюсь на пол ватта но вот эти вот пол ватта точно или нет это надо все равно перепроверить потому что где пол ватта там целых 3 ватт соответственно 3 ватта в час вот эти аккумуляторы мы с вами можем также перевести в какая емкость у них запасена да и прикинуть например сколько камера это будет от них потреблять какая панелька у нас с вами будет подключаться вот смотрите у нас с вами если не ошибаюсь 12 и 6 вольт умножаем на 6 и 5 ампера и получается запасенная емкость у нас в этих аккумуляторах составляет 81 почти 82 ватта если камера у нас потребляет 3 ватта делим на 3 это в ночное у нас может проработать 27 часов так как у нас ночь но грубо говоря 10 часов минус 10 получается 17 часов у нас в принципе с вами есть времени для того чтобы два раза попытаться зарядить эту камеру вернее эти аккумуляторы от солнечных панелей тем самым обеспечить круглосуточную работу непрерывную этой камере опять-таки сколько она потребляет записи и без записи это тоже надо будет посмотреть но у меня уже на обзоре было то что я ремонтировал от подписчика камеру которая от аккумуляторов и солнечной работает она потребляет очень мало основное здесь потребление именно занимает сама подсветка она очень много потребляет в то время как карта памяти запись на нее объектив они потребляют вообще очень смешно можно сказать копейки мощности поэтому на это мы обращать внимание не будем но опять-таки кому интересен результат кому интересна вообще сборка этого процесса пишите в будущем я буду снимать это поэтапно может быть короткими какими-то роликами да и как бы если что-то конкретно интересует пишите постараюсь ответить если интересуют цены на аккумуляторы продавец данный еще продает аккумуляторы проверил 6 ампер у них точно есть вот тот прибор это у меня bt 3100 к сожалению он у меня сбрасывает он не может замерить полную емкость он показывает по нулям то есть не может показать оригинал а и макс честно говоря что-то пока не хочется на этих проверять потому что мне надо быстро собрать именно камеру он не нужно прям с ручником насчет последнего аккумулятора и аймакса соответственно в будущем я просто перепроверю и конкретные данные вам скажу свои наблюдения также я буду выкладывать потому что аккумуляторы ребят на сегодняшний день это самое интересное для толстосумов для тех кто хочет перейти вот с таких вот пальчиков да на такие жирные пальчище ну просто разница небо и земля согласитесь а вот такими ребятки тоже хочется ролик снять и немножко их пахаить это бушные именно аккумуляторы не про то что они самые плохие да именно то что бушные они не стоят никакого внимания на самом деле лучше заняться новыми аккумуляторами и если хотите что-то реально получить конкретное приобретайте новые аккумуляторы соответственно ищите продавца который продает нормальные новые аккумуляторы качественные аккумуляторы именно новые аккумулятора они восстановлены кстати вот посмотрите тоже видите не царапинки эти через магнитик стояли не царапинки и тут не царапинки да но это все можно поменять если разобрать но так как эти аккумуляторы я опять-таки повторюсь я приобрел себе для конкретного проекта поэтому разбирать их не будут поддержки проекта давно уже нет все честно на честном слове поэтому ребят извините как-нибудь другой раз ладно пишите кому интересно ждите продолжения я буду собирать будем тестировать непосредственно без бмс ки посмотрим как это все дело работать будет автоматику соответственно я придумаю на каких-то обычных блоках даст стандартах и всем спасибо за внимание всем удачи всем пока и и